Мелеет река Урал, которая когда-то была полноводная. Она на грани катастрофы. Неужели со временем ее ждет участь Аральского моря? Обеспокоены экоактивисты. По словам исследователей, уровень воды в реке за последние 15 лет уменьшился в три раза. Это, в свою очередь, оказывает влияние на речную флору и фауну. На деятельность тысяч крестьянских хозяйств, расположенных на берегу Урала, является препятствием для развития поголовья скота. То есть, проблема реки напрямую влияет на социально-экономическую ситуацию в регионе. Народный избранник Десимбай Турганов неоднократно поднимал эту экологическую проблему с высоких трибун. Обращался с запросом премьер-министру на заседаниях Мажелиса. Подробнее об этом в следующем сюжете. Народный избранник поднял проблему реки Урал на пленарном заседании Мажелиса. Депутат Десимбай Турганов отметил, что в Урало-Каспийском бассейне очень малый объем воды и от этого страдает потенциал развития западного региона Казахстана. По его мнению, антропогенная деятельность приводит к ухудшению состояния Урала-Каспийского бассейна. В соответствии со статьей 20 Водного кодекса 17 лет назад, постановлением правительства Республики Казахстан от 21 января 2004 года под номером 59 число объектов особого государственного значения вошли Каспийское море, озера Балхаш, Алаколь, Жайсан и река Иртыш. Однако река Урал, которая по своей длине является третьей рекой в Европе и уже на протяжении трех лет имеет водность в три раза меньше среднемноголетних значений, в этот список не вошла. Следует отметить, что наряду с рекой Урал наблюдается крайне минимальный сток и на других реках региона Жемо и Лысагас, которые в данных условиях также имеют большую значимость в социально-экономическом развитии региона и требуют принятия мер по их сохранению со стороны правительственных органов. Последствия маловодия привели к проблемам водоснабжения населенных пунктов в Западно-Казахстанской и Атыраусской областях. Наблюдаются опустынивания лиманных сенокозов и пастбищ. Сельские жители вынуждены избавляться от домашнего скота по причине отсутствия корма и источника водопоя. Пойма реки Урал почти полностью деградирована и утратила свои качества для нереста ситровых пород рыб Каспийского моря. По причине деградации пойменных земель за последние 15 лет площадь нерестилищ сократилась на 80% с 958 гектар до 197 гектар, что привело к сокращению воспроизводства ситровых как в реке Урал, так и в Каспийском море. Вместе с Дюсенбаем Тургановым проблемы подняли депутаты мажориста парламента Республики Казахстан Салимжан Накпаев, Аманжан Жамалов, Снежана Ямашева, Малик Кулшар, Серик Ерубаев. Предоставить полную информацию о конкретных принимаемых мерах по улучшению водохозяйственной ситуации в Урало-Каспийском бассейне, в том числе о принимаемых совместно с предельным государством мерах для решения проблем с маловодием. Включить реку Урал в число водных объектов особого государственного значения, так как она оказывает доминирующее влияние на окружающую среду и экономику региона и поэтому требует особого правового режима регулирования хозяйственной деятельности. Ускорить процесс корректировки и реализации программы казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна-трансграничной реки Урал на 2021-2024 годы. Включение в нее требований согласования строительства гидротехнических сооружений и режима работы водохранилищ. В соответствии со статьей 103 Водного кодекса разработать план перехода на систему оборотного водоснабжения крупными промышленными объектами региона. Разработать программу сохранения малых рек САГАЗ ОЛЖЕ. Народные избранники также предложили рассмотреть вопрос о дополнительном использовании подземных вод для снижения объема потребляемой воды из реки Урал. Производственные объекты и хозяйственные структуры области потребляют 25 миллион кубометров воды ежегодно. Необходимо учесть и засуху за последние три года и все это ухудшает и без того плачевное состояние реки. В связи с этим общественность поддерживает предложение о том, чтобы экономили потребление воды за счет ее повторной очистки. Проблема обмеления реки Урал, она также поднимается постоянно среди общественности и необходимо говорить о том, что вот когда приезжал министр экологии, поднимался вопрос оборотного водоснабжения, минимизации использования воды с реки Урал, минимизации использования воды с водовода Кигач Мангешлаг. И, наверное, необходимо также говорить для решения этой проблемы, чтобы не только крупный, но и средний, малый бизнес и само население вносило вклад в решение данной проблемы. Также в три раза снизился объем воды в трансграничной реке. Основная причина этого резкое сокращение поступления воды из России, отмечают специалисты. В связи с этим народные избранники предложили решить вопрос по увеличению объема воды, поступающей из соседней страны. На это откликнулся и премьер-министр страны Оскар Мамин. В ходе совместных российской стороной мероприятий по улучшению экологической ситуации в бассейне реки Урал, 4 декабря 2020 года подписана программа Казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал на 2021-2024 годы. В рамках программы планируется реализация мероприятий, направленных на оздоровление бассейна реки Урал. Наряду с этим утверждена единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек для совместного решения проблемы повышения уровня воды. В рамках единой дорожной карты будут выработаны предложения по улучшению гидрологического стока реки Урал в периоды маловодия. Эти меры позволят улучшить экологическое состояние реки Урал. Премьер-министр отмечил, что в западно-казахстанской, актюбинской, атераусской областях отсутствуют незаконно построенные дамбы и водохранилища. Кроме того, по его словам, для использования морской воды путем опреснения необходимы значительные средства и полное изучение вопроса. Невозможно подключить город Атераук к водопроводу Астраха-Мангастау, так как состояние трубы, которое находится в эксплуатации с 1988 года, неутешительное. Поэтому в качестве альтернативного источника водоснабжения от Ираусского региона рассматривается использование месторождения подземных вод Кукжиде, расположенного в Актюбинской области. Актуальные вопросы по проблемам реки Урал, которые беспокоят общественность, были затронуты Касымжумартом Тукаевым на совещании по вопросам социально-экономического развития Атераукской области. На собрании глава государства отметил, что с каждым днем ухудшается экологическая ситуация. В этой связи президент поручил правительству в соответствии с запланированными программами своевременно финансировать мероприятия и совместно с Россией принимать оперативные меры. Сейчас часть населения области и ряд крупных нефтедобывающих предприятий региона потребляют воду из магистрального водовода Астрахань-Мангышлак. Его протяжение составляет более тысячи километров. Изношенность на сегодня достигла уровня 80%. В этой связи возникает высокая вероятность ограничения подачи воды не только в Атераукской, но и в Магисталской области, которая также питается от данного водовода. Это застарелый вопрос, который волнует всех жителей. Пришло время его решить. Поручаю правительству и фонду Самурок Казна обеспечить реконструкцию и модернизацию водовода Астрахань-Мангышлак. До сих пор не решена и проблема с обеспечением доступа к качественной питьевой воде в сельской местности. В области 30 сел или 20% от общего количества сельских населенных пунктов не обеспечены питьевой водой соответствующего качества и в полном объеме. В текущем году планируется обеспечить питьевой водой только 7 сел. Это очень низкие темпы. Поручаю правительству совместно с Акиматом региона за два года полностью решить данный вопрос. Неизвестно, когда будет решена проблема с пересохшими реками. Плачевное состояние Аральского моря тоже когда-то обсуждалось на встречах международного уровня. Трудно предсказать, каким будет результат запланированных программ по оздоровлению реки Урал.